Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, естественно, комментарий. Дядька, я потише вот так вот сделал. Также, прежде чем мы начнем основную тему ролика, ребята, не забываем оформлять спонсорские подписки на мой канал, тем самым вы оказываете офигенскую помощь и тем самым получаете довольно неплохие бонусы. Я считаю, что это того стоит. Обязательно зачекайте по ссылке в описании. Итак, ребята, сегодня я хочу сделать довольно-таки серьезное видео, довольно-таки будет большое. Я бы так сказал, так как я прохожу рейд, вообще не обращайте внимания, ребят. Вот брать меня пример по рейду, это вообще не стоит, потому что я здесь вообще не запариваюсь. Мне достаточно 50 токенов в конце, там иногда на 100 или 150 выходит, по-моему, 150 редко очень. Но, тем не менее, это, в принципе, возможно. Я рейд обычно прохожу перед тем, как записываю видос, поэтому здесь у меня дэмэдж, конечно же, заходит. Итак, в чем прикол, ребята? Я решил, что все-таки слишком долго я играю на вот этих мехах. Мехах уже как-то, ну, во-первых, надоело чуть-чуть, хочется уже чего-нибудь новенького, остренького. Ну, а в конце концов, еще и хочется выше подниматься по рангам. Что мы сегодня для этого сделаем? Сегодня будет глобальная перестройка мехов. Сегодня я займусь тем, чтобы построить определенный каркас для своего нового меха, а также его прокачать. Потому что вы не представляете, сколько денег я сейчас потратил вот прям перед видосом для того, чтобы получить достаточное количество пауэр-юнитов. Я вам скажу примерно, сколько. Вот сейчас у меня миллион было 2,5. Вот в конце предыдущего видео вы можете посмотреть. Было даже больше, потому что я еще немножко заработал. Ну и вот где-то 2,5 миллиона. Полтора миллиона на чисто прокачку пауэр-юнитов, ребята. Ни больше, ни меньше. Фу, ну что, давайте начнем, наверное, на удачу. Откроем форчун-бокс чисто. Понятно, мы его открыть пока что не сможем, ребят. Сейчас я, видимо, что-то оставил здесь. Да, оставил лишнее, как видите. По количеству пауэр-юнитов, я думаю, уже все понятно, ребят. Как бы мне комментировать это особо даже и не нужно, я думаю. Давайте откроем форчун-бокс на удачу. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Я надеюсь, что... Эпик, эпик. Окей, не вопрос, сойдет. Вот, Blazing Legs на растопочку пойдут с удовольствием, я так думаю. Итак, давайте начинать, ребята. Идем в мастерскую. Что я сегодня буду делать? Сегодня у меня идет перестройка, ну, в принципе, всех трех моих мехов основных. Они будут перестроены в той или иной степени. Некоторые очень сильно, некоторые относительно сильно. Итак, что мы делаем? Ребята, первый мой мех будет все так же, как и сейчас, ориентирован против энерго-роботов. То есть, он более-менее универсальный. Тепла у него достаточно много благодаря Hit Engine, который довольно неплохой буст дает. Ну и благодаря вот этим всем модулям мы получаем с вами довольно неплохой буст к энергии. Как вы видите, 569 практически очень сложно его до Energy Break довести. Итак, что я здесь делаю? Ребята, Виндига я меняю на Беттери Армор. Прямо сейчас у вас на экране показывается, какой он будет в максимальном мифическом статусе. По идее, он будет лучше, чем Виндига, конкретно для моих целей. Поэтому пока что наш робот выглядит супер отстойно. Но, ребята, с Беттери Армор, я думаю, будет довольно-таки весело. Далее. Убираем нафиг топорчик. Все, ребята, он свое отслужил на данный момент. Давайте попрощаемся с ним. Спасибо за службу топорчик, но до свидания. И также мы с вами убираем аннигиляцию. Она нам тоже не понадобится, потому что будет сильно перегружать нашего меха. Найтфол мы ставим вот сюда. А вот сюда мы ставим рок-риколер, друзья. Это офигенская штука. Она будет работать, по сути, так же, как топор. То есть откидывать нас и откидывать противника. Но дэмэджа у нее будет больше. Хотя и всего лишь три использования будут, как бы, при прокачке. Сейчас пока что только два. Здесь. Здесь, здесь, здесь. Короче, есть два варика. Это мы оставляем по-любому. Найтигл нам понадобится. Можно поставить... Давайте посмотрим, останется ли у нас свободные, так сказать... Свободные килограммчики. Давайте сюда пока поставим вот это. Здесь я думаю, что я ставлю все так же. В принципе, можно было бы поменять на энерджи протектор. Но, по сути, там разница не особо большая будет. Поэтому оставлю сервер резистанса. Если я получу, конечно, энерджи протектор на легендарном уровне, то да, я его возьму. Но пока что так. Ладно, давайте поставим, наверное, френтик блюд. Ребят, 997. Мне кажется, вполне нормас. Вот примерно так будет выглядеть наш первый робот, ребята. Конечно, сейчас вот на это вообще все не обращайте внимания. 1700 хп у него не будет. Он будет гораздо более прокачанный. Но прокачать его нам еще только предстоит. Идем ко второму роботу. Так, ребята, здесь мы сразу убираем Заркарес. Этот торс нам тоже не пригодится. А пригодится нам Холло Спектрал Армор. Этот мех у нас будет работать против тепла в основном. То есть, как видите, здесь у него тепла будет уже достаточно. Но мы сделаем еще больше. Против энергии он будет такой себе. Не самый лучший, но тем не менее. Найтфол мы опять жусто оставляем. А вот аннигиляцию убираем. Убираем и вместо нее снова кладем Рок Рикойлер, друзья. Также, что еще я хочу сделать? Убираем нафиг Найт Игл. Здесь он нам не пригодится. А пригодится нам Френтик Брюд. У меня будет сборочка с двумя Френтиками. Опять же, для того, чтобы мы с Рок Рикойлером могли отодвинуться. И с двумя Френтиками попытаться снести противника. Либо же снести ему 200 хп с двух Френтиков. Одно из двух. Но это чисто такой более рофло мех, ребят. Я не знаю, как с ним будет играться. Мы это будем, конечно же, тестировать вместе с вами. Так, ну здесь особо менять нечего. А здесь я сделаю вот так, ребят. Здесь я сделаю вот так. Меняю Север Резистанс на Ультра Ход Протектор. Чтобы у нас с вами именно против взрывного сопротивления. Так, тут у нас будет 36, а здесь 11. Ну да. Я думаю, что я его даже прокачаю еще немного. Может быть даже не до мифика пока. Просто до Макс Легендарки. И будет, по-моему, неплохо. То есть, примерно вот так вот выглядит наш второй мех. Пока что, конечно, выглядит он так себе. Потому что, опять же, мы с вами не прокачаны нормально. Но я думаю, что у него есть определенные шансы на неплохое выступление. По третьему меху, ребят. Здесь все на самом-то деле довольно-таки просто. Просто используем то, что у нас с вами осталось. Скажем так, в тех... А, ну у нас здесь тоже есть, в принципе, мифики, ребят. Даже не знаю. Ну давайте топорчик поставим чисто для красоты. Пускай будет. Да, здесь у нас тоже мифики. Поэтому я даже не знаю, стоит ли ставить там какую-нибудь аннигиляцию. Или типа того. Потому что, опять же, видите, перевес она дает жесткий. Она очень много весит. Очень много весит. То есть, для оружия это прям сильно. Это очень сильно. Так. Ну я даже не знаю. Реально, в принципе, тепловой мех. Он, конечно, прям вообще супер отстойный на данный момент. Но, может быть, даже как-нибудь потом мы его сможем использовать более-менее хорошо. Так. Здесь 143-187. Да я даже на самом деле этот поставлю. Потом мы его используем, если что. Ну и тут мы с вами видим, что у него потепло. 418-200. Ну я бы поставил на самом деле еще охлаждение дополнительное. Для того, чтобы он лучше себя чувствовал. Ну как-то так что ли, ребят. Примерно. Пускай перегрузка будет на минус 15. Ничего страшного. Его мы прокачивать сегодня не будем. Мы займемся именно этими двумя основными, ребята. Поехали. Итак. С чего начнем, ребят? С чего начнем? С чего начнем? Дорогие друзья. Улучшаем. 200 тысяч тратим. Вообще пофиг. Бэттери армор готова на максимум. Теперь нам нужно, конечно же, прокачать ее до легенда... До мифического, вернее, конечно же, уровня. Блейзинг лекс используем. Блин, мне бы не хотелось, опять же, использовать некоторые вещи, которые у меня уже здесь. Хот флэш можно использовать. Но мне здесь нужны легендарки, конечно. Поэтому давайте, наверное, начнем с них. Что мы с вами используем как для растопочки? Давайте начнем с реклос бима, например. А че бы и нет. Почему бы и нет, ребят? 53 тысячи тратим. Готово. А теперь мы его с вами превращаем именно что в легу. Блин, возможно, мне даже не хватит денег, чтобы нормально именно прокачаться. Поэтому я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Так, хорошо. И нужно желательно... Блин, вообще по-хорошему бы мне побольше легендарок сделать за раз, чтобы потом не париться. Так что я могу прокачать до леги, например, еще из того, что у меня, в принципе, в больших количествах имеется. Ну, давайте вот банши прокачаем торс. У нас, в принципе, опять же он имеется. Поэтому я думаю, что можем это сделать. Еще 53 тысячи. И еще 50 тысяч для того, чтобы сделать его легендарным. Да, ребят, конечно, 2 миллиона с половиной потратить за видос. Ну, точнее, там, до видоса немножко. И сейчас это, конечно, надо уметь. Это надо уметь. Потому что я думаю, что даже вот дай вот некоторым, кто сейчас смотрит, играет в мех... Давайте получим уже мне в лом каждый раз это смотреть. Играет в мехи 2,5 миллиона. Просто не найдут, куда потратить банально. Фу, сегодня удача на нашей стороне, дорогие друзья. Так, хитпоинт, отстой. Удачи не на нашей стороне. Да, не, все равно, все равно хорошо. Мы его на растопку отправим, потому что мне он все равно не нужен. Так, давайте превратим уже, конечно, наконец-то в мифик. Что мы для этого делаем? Blazing Legs, Snack, Backbreaker. В принципе, можно отдать. Он мне не нужен. Банши и Reckless Beam. Еще 100 тысяч. Фу! Вот так вот у нас становится Battery Armor, ребята, прокаченным. Я хочу сюда отдать, наверное, еще вот такую вот штучку, ребят. И парочку вот таких, чтобы он хотя бы... На самом деле надо на фул прокачивать, ребят, по-хорошему. Надо реально прокачивать на фул. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте хотя бы вот так прокачаем. Потому что у меня и так денег уже не хватит. Ребят, 300 тысяч я сейчас трачу, чтобы его прокачать более-менее. Но, видите, очки здоровья сильно пополняются. Поэтому... Важно. Это рили важно. Окей. Хорошо. С этим разобрались. Идем дальше. Хотя бы одного меха я хочу сейчас довести до более-менее пригодного расстояния. Потом... Ну, в смысле состояния. Потом мы с вами займемся и следующими, конечно, тоже. Так. Так, где у меня с вами находится вот эта штука? Мне ее тоже надо, естественно, прокачать. Причем она у меня сейчас всего лишь эпик. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Надо прокачивать нормально. Так. Прокачиваю в первую очередь до леги, конечно же. Трачим еще 50... Два миллиона за видео, ребят. Вообще изи. Просто изи. Три использования, кстати, видите, становится больше. Это очень хорошо. Для нас это очень важно. Так. Ну и теперь вот вопрос, конечно. Потому что у меня, по сути-то, больше нечего сюда закинуть. Остается только вот эти вот вещи. Но у меня, видите... Вот сколько я влил, ребят, в свои энерджи вот эти апгрейды. Все равно не хватает. Видите, в чем прекол? То есть реально надо огромное количество иметь для того, чтобы прокачать там робота, который еще не совсем прокачанный, до состояния фул мифик. Очень много. Я прям сочувствую реально людям, которым нужно это делать. Так. Хорошо. Более-менее у нас тоже это прокачано. Но хорошо бы, конечно, все равно до мифика довести. Блин. А я до мифика все равно не доведу. Вот в чем прикол. Смотрите. То есть я сейчас его довожу, по идее... Блин, у меня даже так не хватает. Вы что, офигели, что ли? О-май-гад, ребят. Вот это жесть, конечно. Ну давайте мы, наверное... А у меня уже даже денег не хватает. Смотрите. Я вообще бомж сейчас окажусь. Офигеть, ребят. У меня не хватает денег даже для того, чтобы это вкачать. Я просто в шоке. Ну давайте отдадим вот эти вот фиговины. Они мне все равно тоже не особо нужны. Короче, ребят, я просто стал бомжом. Было 2,5 миллиона, сейчас 34 тысячи. Короче. Смотрите, в чем прикол. Я, наверное, сейчас... Так. Сильно изменится? 2,200, 700. Сейчас 2. Слушайте, а в чем-то он даже лучше становится даже без фул мифика. Офигеть. Короче, ребят, вот примерно так будет выглядеть мой робот именно на данный момент. То есть без, как бы, использования... Я даже не знаю, как правильно объяснить. Короче, вот примерно так я его хочу оставить. Я пока не буду все остальное вкачивать. У меня банально не хватит денег. Давайте мы просто один раз затестим его на арене. Просто ради интереса, ради эксперимента мы, скорее всего, проиграем. Потому что седьмой ранг здесь уже не совсем дурачки играют. А у меня, как бы, второй робот вообще будет полностью отстойный. Но просто ради интереса, ребят. Просто тупо ради интереса. Для чего я хочу все это сделать? Обязательно пишите свои мнения в комментариях. Ваши советы, что вы думаете на этот счет. Мне очень интересно будет все это посмотреть, почитать. Ну и, конечно же, от вас зависит. Может быть, я какие-то правки, корректировки внесу по итогу. Также... Слушайте, а вообще супер. Мы можем с одного раза сразу уйти на Фрэнтик Брюд. Это очень хорошо. Но пока что включим просто дрона. Значит, что хочу сказать. Я к следующему видео подкоплю еще денег. Подкоплю еще пауэр юнитов. И, скорее всего, мы прокачаем уже обоих роботов максимально. Я постараюсь, по крайней мере, это сделать. Не могу прям обещать, ребят, на 100%. Но реально постараюсь. Нет, слушайте, мне очень нравится эта идея с дробашом, с рок-реколером. Он может очень хорошо заходить. Сначала, видимо, не узнал. Да-да, новый робот. Вот кто-то уже, ребят, заспойлерил себе. Здесь, видите, у нас уже нет аннигиляции. То есть мы с вами выходим через рок-реколер. И бьем с Фрэнтика, например. Ну, то есть, как видите, мы даже фулл мифического робота. По-моему, у него Торс. Так, Торс. Блин, не могу навести на Торс. Но я не уверен, что он фулл мифик. Потому что, смотрите, у него другой здесь свет, не черный. Поэтому посмотрим, как пойдет. Все зависит, конечно же, от вас. Я буду внимательно читать комментарии. Внимательно смотреть ваши отзывы о моей новой сборочке. Также, конечно же, ребят, подписывайтесь. Ставьте лайки. Оформляйте спонсорские подписки. И вступайте в клан Чинаский Пауэр Супер Меха. Мы там в Тискорде сегодня это, конечно, обсуждали плотно. Слушайте, вообще есть шанс даже сейчас. Блин, вот он его сильно отбросит. Хотя, нет, нормально. Блин, я еще даже не привык к этой сборке. Прикольно. Прикольная сборка, надо заметить. Жаль, что дрона нет. Но, по идее, мы с вами все равно есть шанс снести на следующий ход. Нет, на следующий не получится. Ладно, тогда с Найтфала. И на следующий ход есть шанс снести. Офигеть. Я офигею, если мы сейчас реально победим на этой сборке. У него здесь тоже не фул, нефиг. Он здесь с легендарочками. Но, ребят, все равно, мне кажется, это показатель. Рок-рикойлер. Найтфал. Мы победили с этой абсолютно недоделанной безумной сборкой. Блин, я просто супер рад, ребята. Это меня реально очень сильно порадовало. Давайте я тогда... Вот у меня сейчас немножечко денег появилось. Я все-таки хочу еще немножечко докинуть сюда. 37... А, нет, не сюда. Не сюда. Стопэ. Стопэ, ребят. Где мой рок-рикойлер? Да, вот этот. Так, хорошо. И вот это мы сюда тоже забросим. Пускай, ребят, вот... Блин, еще немножечко. Вот еще чуть-чуть. Еще бы совсем малепусечку. Вот. Рок-рикойлер стал Макс легендаркой. Я все остальное, ребят, опять же, подкоплю несколько миллионов. И я думаю, что уже на следующем видео мы с вами прокачаем, ну, как минимум, нашего первого робота до фул мифика. Как максимум. И вторым тоже займемся. Ну что, с вами был Чинацкий, дорогие друзья. Опять же, лайки, подписки, спонсорки. Вы все это знаете. С вами увидимся совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. И... Пока-пока.